Даже смерть своей матери оболгать, просто чтобы вот этого человека удовлетворить. Ну что, Зайпылаев конченый, понятно, вообще нет у нас вопросов, но удивляет вот этот чувак сердца Кадырова, Кадырови, Дог, Ахмед Дудаев. Ты что за долбоящер? Я четыре года назад это уже опроверг, уже показал вот этот казус с этими десятью пулями. И как можно было... Так, брат, у меня есть еще одна тема интересная. Четыре года назад я, значит, был у меня баттл с Магомедом Иудовым, когда я сказал, что... Я в разговоре с ним сказал, что Мускиевы герои. Его это очень сильно обрадовало, и они там целую серию передач сделали про то, что Мускиев там невинных людей убивал, короче. И они, у них там в Цоци-Нюрте есть один предатель, его фамилия Зайпылаев. Тогда этот Зайпылаев выступил, записал обращение ко мне. И, в общем, история с этим Зайпылаевым такова. У него мать... Он говорит, что ее убили, ее убил лично Мускиев. Я не знаю подробностей. Мать погибла. Давайте возьмем это за данность. Ее в любом случае в живых нет. Мать погибла. Кто ее убил, мы не знаем. Они утверждают, что ее убил Мускиев. И вот в 2017 году первый раз уходит на ЧКТРК грязная передача про этого Зайпылаева, где он рассказывает, что его мать убили. И рассказывая про убийство, про смерть своей матери, он говорит, что в нее, значит, Мускиев Айса выпустил семь пуль. Вот, послушайте. Семь выстрелов в голову, он говорит, сделал Айса Мускиев его матери. Затем, через два года, в 2019 году, когда он мне записывает обращение, критику, в мой адрес, он опять рассказывает уже мне эту историю, ну, публично, убийство своей матери, и говорит, что Мускиев Айса сделал семнадцать выстрелов в голову его матери. Поняли? Два года прошло, и десять выстрелов, десять пуль прибавилось. Это в месяц сколько пуль добавлялось? Я не знаю, это надо посчитать. Но самое интересное произошло вот сейчас, на днях. Откуда-то ЧКТРК грязный выкопали снова этого Зайпылаева, отряхнули с него пыль, снова посадили его перед камерой, и он снова рассказал историю про убийство его матери. И снова десять пуль куда-то пропали. Теперь опять он говорит, что Айса Мускиев сделал семь выстрелов в голову его матери. У меня к Зайпылаеву, наверное, уже вопросов нет. С ним уже все понятно. Я не знаю, Зайпылаев, кто убил твою мать, но очевидно, что я не убивал Айса Мускиев. И нам достоверно известно, что Айса сам признавал, говорил, на мне столько-то представителей кадыровских предателей, то есть людей, которых он лично уничтожил. Он говорил, я горжусь этим, что я этих людей отправил след за вашим спасителем Ахмадом Кадыровым. То есть он это не скрывал. И он же у нас есть достоверное свидетельство, что он говорил, что эта женщина, про которую они говорят, я к этому не причастен, я эту женщину не убивал. То есть твою мать, я не знаю, кто ее убил. Я абсолютно не злорадствую по поводу убийства твоей матери. Я не считаю, что твоя мать была там заслуживала смерти и так далее. Это вообще сейчас речь не об этом. Я ни в коем случае не высмеиваю смерть твоей матери. Но я высмеиваю твою ложь, когда ты пытаешься приписать это убийство Мускиеву, и Аллах тебя разоблачает на том, что ты начинаешь сам путаться. Если бы твоя мать действительно была убита Мускиевым, ты никогда не перепутал бы. Ты бы не сказал, два года назад семь выстрелов, потом семнадцать, потом опять эти через четыре года эти десять пуль куда-то у тебя пропадают. Я не говорю уже про другие детали этой истории. У тебя то три дочери и сын, потом через два года у тебя сын куда-то пропадает, только три дочери остаются. Вот эта чушь про шланг, там что-то они... Короче, ладно, тебе вопросов нет, Зайплайп, это вообще не интересно. Извини, я перебью, представь себе, настолько каким же конченным должен быть человек. Чтобы вот втягивать или возводить ложь, как умерла его родная мать. Представь себе, что бы ни было, как можно врать про смерть своей мамы. Ну что, Зайплайп конченный, понятно, да, вообще нет у нас вопросов. Но удивляет вот этот чувак сердца Кадырова, Кадырови Дог Ахмед Дудаев. Ты что за долбоящер? Я четыре года назад это уже опроверг, уже показал вот этот казус с этими десятью пулями. И как можно было спустя четыре года опять расчехлить этого Зайплаева, опять дать ему рассказать историю, куда-то дев эти десять пуль, опубликовать это на своем канале. Вообще вы куда смотрите, вы о чем думаете? Почему вы настолько тупые? Ну, можно же элементарно какое-то рациональное мышление хотя бы, ну, я понимаю, что в целом, да, вы, конечно, недалекие, там, интеллектуальное развитие, понятно, никакое. Но за время, что вы работаете, вы же уже хотя бы должны на своих ошибках, на неоднократных, там, не то, что вы один раз на эти грабли наступаете, вы на них постоянно садитесь. Вы же можете уже из-за этого хотя бы сделать вывод, что, ну, настолько лажать не нужно. Нет, вы снова взяли, записали с ним это интервью, показали, теперь, когда нам ждать следующего раза? Когда через, теперь, через, если сначала было через два года, потом через четыре, теперь через восемь лет вы его снова снимете. Через восемь лет сколько там будет пуль? На этот раз что он нам расскажет? Опять десять пуль туда прибавится. Или, может быть, их теперь станет двадцать семь? Может быть, там теперь вообще будет какая-то жесткая история в стиле Чикатило? Люди смотрят вот на эти ваши косяки, и люди-то понимают, что он врет. Он врет в угоду своего хозяина. Он готов в угоду своего хозяина, даже свою, даже смерть своей матери оболгать, просто чтобы вот этого человека удовлетворить. Цунтамба. Вот, и аллах, чьи мата, аллах, я на чеченскому скажу. О, боже, на кичму вео. Хай, я хай, я ха, эйл вац, но он, оцунтамба, хай, нэйн, елэр, но он. Цунах, я же говорю, что ты врешь про смерть своей матери, придумывая историю, что ее убил Мускиев, чтобы угодить своему хозяину. Хотя прекрасно понимаешь, что эти люди не причастны к смерти своей матери. И люди это видят. Вы по ЧГТРК это показываете. Люди видят это противоречие, видят этот колумбур с пулями. И понимают, что этот человек врет о смерти своей матери. История, которая для него должна быть очень тяжелой. По крайней мере, счет этого он врать точно не должен. Он должен был бы сказать, эй, люди, мою мать оставьте. Давайте там, давайте о чем-то другом. Оставьте мою мать. Это для меня тяжелая тема. Нет. Он спокойно сидит и рассказывает сказки про то, как то было 7, будет 18 пуль. Поэтому люди над вами смеются. Поэтому люди понимают, насколько вы кончены. Продолжение следует...